Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Орлова, которая на три дня заселялась в женскую спальню, рассказала о некоторых секретах шоу. Все рассказы о сладкой жизни на проекте, о халявной колбасе – это неправда. Кормят домовцев обильно, но дешево. Нормальные продукты, если и бывают, то они достаются старичкам. Остальные едят дешевую колбасу, дешевый кофе, который на кофе не похож. И такими продуктами им даже стыдно угощать гостей. Саша Черно, в отличие от других участниц Дома-2, адекватно реагирует на критику. «Я выгляжу так, как я считаю нужным, значит мне так комфортно. Вы мне пишите гадости, а я все равно вас люблю, мои хорошие». Кстати, на одном из ток-шоу ведущие пообещали Саше диетолога и фитнес-инструктора. Маша Кахно призналась в симпатии к Владу Кадони. «Влад мне нравится как мужчина, но, к сожалению, это бесперспективно». Марина Африкантова уже на Сейшелах. Девушка публикует фотографии с Острова Любви. Она прекрасно проводит там время, купается, загорает. Барсиковым она не интересуется. А Лиза Полыгалова выложила фотографию из родного Новокузнецка. Она покинула остров и отправилась домой. «Я дома», пишет она. «Кузня, встречай». Дмитрий Гусаков, который приехал к Лере Фрост на остров, разочарован в девушке. Он уже присматривается к Юлии Ефременковой. Фрост обижена на него, что он использовал ее как проходной билет и хочет выгнать Гусакова на голосовании. Ольга Васильевна Гобозова сообщила в сети, что сын Саша зовет ее пожить с ними в Москве, чтобы помочь с внуком. Многие в это не поверили после недавних скандалов в семье Гобозовых. Алиана опровергла сообщение свекрови. Никто ее в Москву не звал, это лишь ее несбыточные фантазии. А Женю Феофилактову заметили на дешевом вещевом рынке. Одна из поклонниц столкнулась с Женей, не узнать ее было трудно. Эта девушка пишет, что Феофилактова выглядит не лучшим образом, а брендовые наряды больше похожи на китайское шматье. Подписчики Эллы Трегубенко постоянно ее спрашивают, вместе ли она до сих пор с Игорем. Она не перестает убеждать всех, что ее семейной жизни ничего не угрожает. Элла предоставила лучшее доказательство тому, что они вместе. Это снимок из супружеской кровати, на котором Игорь сладко спит. Вика Романец собирается на отдых. Она пишет, море зовет уже, скоро буду в Греции, потом в Монако. Рита Марсо отметила годовщину свадьбы. Вот что она пишет, стыдно признаться, но мы забыли. Мы настолько замотались в домашних делах, что даже не вспомнили про свой день. Пожелаю нашим отношениям побольше романтики. Андрей Черкасов шантажирует Вику Романец. Он грозит своей бывшей любовнице обнародовать какой-то компромат. Судя по реплике Черкасова в инстаграме Ксении Бородиной Вика ему рассказала что-то компрометирующее о своем нынешнем любовнике, об Антоне Гусеве. А Вика Боня разыграла своих подписчиков. Она выложила фото с симпатичным молодым человеком. И все решили, что это тот самый мужчина, за которого она собирается замуж. Но это оказалось просто шутка. Парень свободен, а настоящее имя нового избранника Боня держит в секрете. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу вконтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.